Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельчанка за решение комиссии по установлению инвалидности пыталась отблагодарить с врачей деньгами, но попала под статью Уголовного кодекса. В феврале в милицию позвонил представитель Гомельской областной медико-реабилитационной комиссии сообщением, что незнакомая женщина за честно проделанную работу, настойчиво пыталась вручить членам комиссии конверт с неизвестным содержимым. Прибыв в учреждение, оперативники установили, что женщина, зайдя в кабинет, где заседала комиссия, стала благодарить сотрудников за то, что по итогам освидетельствования ее матери была присвоена группа инвалидности. Незнакомка пыталась передать врачам конверт, но те отказывались его принимать. Тогда, решив, что причиной отказа является установленная камера видеонаблюдения, женщина отошла в сторону и оставила конверт в шкафу. При осмотре милиционеры нашли в конверте деньги. В настоящее время действием женщины дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело. 9 мая нетрезвый житель Жлобина угнал автомобиль своего знакомого и доехал на нем до Минска, где был задержан сотрудниками ГАИ. Автомобиль петлял из стороны в сторону, создавая угрозу безопасности движения, чем и привлек внимание столичных автоинспекторов. За рулем оказался пьяный 41-летний житель Жлобина. Рядом находился его приятель. Выяснилось, что транспортное средство было угнано после того, как хозяин отказался одолжить авто своему приятелю. Тот дождался окончания совместного застолья и, увидев, что владелец уснул, угнал машину. Через несколько часов хозяин обнаружил пропажу и сообщил об этом милицию. К тому времени автомобиль был уже остановлен в Минске. Действиями угонщика дали правовую оценку, возбудили уголовное дело. Непропуск пешехода на Зебре стал причиной ДТП в Гомеле. В минувшую пятницу примерно в половине седьмого вечера 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Киа, двигалась по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Жукова в направлении улицы Мележа. Девушка-пешеход пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. С травмами она была госпитализирована в реанимационное отделение Гомельска областной клинической больницы. Предположительно, из-за несоблюдения противопожарных требований при проведении огневых работ житель деревни Птич Петриковского района лишился и автомобиля, и гаража. Звонки в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям стали поступать в субботу около 14.00. Местные жители сообщали о пожаре в гараже по улице Комсомольская. В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль Volkswagen Jetta, гараж и имущество внутри гаража. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ. Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.